друзья приветствую вы на канале инвестиции с николаем рачковским и мы говорим о создании пассивного дохода очень часто ко мне поступают вопросы николай но это все хорошо когда у тебя большие доходы а каким образом можно инвестировать с доходом в 30-50 тысяч рублей и тогда все это невозможно и все что ты говоришь это полная ерунда вот какие-то подобные комментарии я получаю достаточно часто и хотелось бы дать какой-то разумный ответ на них но поскольку мой доход уже существенно выше этой суммы то все что я скажу вы будете говорить что ну ты не понимаешь нашей ситуации все на самом деле гораздо сложнее труднее и и вообще-то ничего не понимаешь поэтому я отвечу кейсами тех людей которые находились именно в этой ситуации и большая благодарность вот мы сегодня разберем три кейса где люди с относительно небольшим доходом как они все-таки умудрялись создавать свою финансовое благополучие постепенно по крайней мере начинать создавать мы разберем эти кейсы я понимаю что кто-то может сказать что да это все придумано да все на самом деле не так да все гораздо хуже таких нытиков всегда будет много вокруг я по каналу это знаю что всегда есть куча людей которые найдут 28 миллионов причин почему все не работает и все ужасно но вместе с этим я надеюсь что эти кейсы они для некоторых из вас станут будут полезными почерпнуть для себя мысли и идеи как я могу начать менять свою жизнь в лучшую сторону даже с небольшим доходом и так давайте более детально разберем три кейса как люди с небольшим доходом создавали свое финансовое благополучие создавали находили возможности для инвестирования и для создания пассивного дохода поехали итак начнем как инвестировать за доходом в 30 тысяч рублей первый кейс от молодого человека будет слава харламов 22 года я буду зачитывать а практически вот так как мне присылали эти тексты без каких-то существенных правок с ошибками с неточностями ну вот как есть так как бы и буду рассказывать чтобы не привносить особо своего какие-то свои комментарии дам чуть позже мне 22 года начал применять эти финансовые привычки год назад и только сейчас понял что у меня начали вводиться деньги и я свободнее и спокойствие не спокойнее начал себя чувствовать год назад тоже не верил и тратил все что зарабатывать доходы год назад у меня были 12 тысяч рублей в месяц сейчас 40 тысяч рублей месяц расходы остались на уровне 12 тысяч и даже меньше в некоторые месяцы они чуть больше из-за непредвиденных расходов но по крайней мере у меня начали у меня на них есть деньги и сейчас у меня начали вводиться сотни тысяч на счетах сначала я стал просто откладывать финансовую подушку безопасности на депозит в банке под 6 процентов поставил планку в 1000 евро накопил ее за за месяца 3 сентября того года а потом поставил планку в 2000 долларов чтобы 75 тысяч была подушка остальное отправить на инвестиции в феврале этого года я накопил 120 тысяч рублей примечание уже моё я понимаю тут не написано как именно он это сделал но в следующих кейсах будет где-то будет даже уже детально разобран и открыл брокерский счет и закинул туда 70 тысяч рублей и на 85 процентов денег я купил активы акции компании разных на тот момент 9 штук в разных областях бизнеса и все с того момента три месяца наблюдал как ведет себя портфель маленькой его корректируют потом начал туда докладывать по 5000 рублей в месяц потом по 7000 потом по 7500 сейчас по 8500 до активы растут и падают на брокерском на брокерском счету 110 тысяч всего денег сейчас 250 тысяч видимо вместе с подушкой безопасности я раньше даже не мог подумать что у меня будут водиться сотни тысяч рублей в карманах допускай для кого-то это не деньги да они маленькие но у меня есть результат я его начал замечать еще в том году сначала начали водиться тысячи рублей потом десятки тысяч сейчас сотни а это означает что через пару лет и будут и миллионы но владислав спасибо что поделились и надеюсь что у вас будут миллионы и через пару лет вы напишите как пришли к миллионам а затем через может быть уже больше срок миллионы долларов идем дальше так мне очень нравится спасибо хвалебные отзывы пропущу вот моя история длиной в 13 месяцев и мой результат хоть пока и маленький но я понимаю что многие и этого элементарно маленького результата не добьются я задумался об автомобилях квартирах гаража отлично удачи вперед двигаемся далее так спасибо николай извините за мою неграмотность высшего образования у меня нету ну и работаю я тоже не руками а головой и живу в маленьком поселке и понял что даже здесь я могу всего добиться спасибо что поделились следующий к финансовой независимости зарплаты 30 тысяч рублей я проверял на себе деньги притягиваются к деньгам главное дать себе установку систематически откладывать деньги абсолютно согласен это один из главных базовых принципов финансового преуспевания систематически откладывать деньги работает это так зарплата 30 тысяч рублей ты откладываешь 3 тысячи каждый месяц тут появляется разовая подработка на 10 тысяч ты откладываешь эти деньги так как это случайный заработок ты ведь жил до этого без него дальше на день рождения родители дарят 5 тысяч в копилку коллега по работе просит оказать услугу которую ты можешь сделать а он нет допустим подварить ворота в гараже или показать как настроить карп делает презент 2 тысячи в копилку на работе просили на попросили выходные за двойную оплату выйти сосед просит помочь с розеткой знакомые отработать смену за него друг позвал на двоих заказчику септик вырыть на работе побольше премию дали а в конце года 13 зарплату все в копилку так и получается что в конце года вместо рассчитываемых 30 тысяч скапливается 200 тысяч вот это очень сейчас уже от меня комментарии я считаю очень правильный верный подход да кто-то на это скажет наверняка да вот жмот да с такой жизнью никакой жизни нету все деньги там куда-то откладывают в какую-то копилку я хочу жить здесь и сейчас но это ваш выбор может быть для вас будет комфортнее жить тратя все что у тебя есть здесь и сейчас но в этом случае ты практически гарантированно в будущем будешь иметь серьезные финансовые проблемы этот человек что он здесь делает и вот показывает этим своим примером да сейчас он себя в чем-то ущемляет да он эти деньги не потратил никуда хотя совершенно точно точно у него было желание куча куда это потратить но он эти деньги отложил и начал формировать свое финансовое будущее свою финансовую стабильность независимость свободу и я считаю что он действует абсолютно правильно напишите пожалуйста в комментариях насколько согласны не согласны может быть у вас иной подход но давайте смотрим дальше читаем дальше главное настроить свой мозг системно откладывать деньги с каждой прибыли а не увеличивать свои траты с ростом дохода как это делают бедные люди из-за чего им всегда денег не хватает очень корректное замечание что большинство людей как только у них растет доход у них тут же растут траты то есть они просто начинают больше тратить вместо того чтобы отложить этот излишек ведь до этого же жили без него зарабатывал 30 а тут начал 40 зарабатывать десятку отложи по крайней мере поначалу это нужно делать формировать свой капитал но большинство людей действует не так когда сумма накоплений приблизилась к полмиллиону я купил гараж и сдал его за 5000 в месяц через год я купил и второй вложенные деньги не подвержены инфляции приносит пассивный доход круглый год и все эти доходы по-прежнему кладу в копилку так деньги копились все быстрее и на них покупались объекты недвижимости все чаще так за пять лет мой пассивный доход стал в два раза превышать мою зарплату мои знакомые по-прежнему жили от зарплаты до зарплаты потому что тратили все деньги на очередной кредитный айфон новый автомобиль ремонт в квартире чтобы было лучше чем у соседей вот очень хороший яркий пример когда на чуть более длинном горизонте да человек пять лет потратил но за пять лет он создал свой пассивный доход который в два раза выше зарплаты я считаю это очень достойный результат которому и стоит стремиться большинство людей в плане финансового благополучия и речь не о том чтобы стать там мультимиллионером летать на частных самолетах или яхтах кататься о том чтобы иметь свободу заниматься тем чем ты действительно хочешь заниматься иметь свободу выбора и не жить в состоянии постоянной нужды как белка в мясорубке поэтому спасибо большое вот к сожалению у меня нету имени этого человека он анонимно подписался в комментариях и возможно опять же кто-то скажет я до этого все сочинил на мой взгляд абсолютно реальная история и я уверен таких историй достаточно много и у меня большая просьба к вам если у вас есть подобные истории вашего финансового преуспевания пусть ну естественно она не закончена вы же продолжаете жить продолжаете финансово как-то развиваться наверное поделитесь пожалуйста ей прям в описании к этому видео напишите ваши кейсы как вы реализовывали свою ваш путь к финансовой свободе если поделитесь буду очень благодарен рад почитать и может мы сделаем вот еще подобные выпуски так а я уволился с работы потому что стал финансово независимым так как минимум 75 процентов дохода по-прежнему вкладывают таким образом пассивный заработок растет а с ним и процент который я трачу на себе я рассказываю вам рабочий метод бесплатно потому что не боюсь конкуренции в мире почти все люди финансовые дураки видео про финансовую независимость набирает тысячи просмотров а про распаковку айфона миллион а еще чем больше отдаешь помощи окружающим тем больше возвращается так что пользуйтесь на здоровье кто хочет стать хозяином своей жизни удачи спасибо вам большое что поделились и третий кейс иван щеколов ульяновск в конце будет ссылочка написал я в инстаграм иван большое вам спасибо что поделились вот 33 года там уже 34 видимо где-то ошибка добрый вечер я из ульяновска 34 года жена трое детей третий родился в девятнадцатом году живем в трешке посмотрел много видео ваших и заинтересовался идей стоимость недвижимости в новостройках у нас варьируется от двадцати семи до семьдесят две тысячи за метр в зависимости от района на момент начала реализации проекта денег у меня было минус пятьдесят тысяч рублей остаток долга за авто супруги кредит на авто не брал я думаю что у многих ситуация близкая к этому а если у вас сейчас ситуация ноль или ситуация там немного денег то для вас это как раз пример того что а кто-то стартует с минуса и при этом тоже добивается результатов нашел квартиру в новостройке неподалеку от того места где я живу однушка 47 квадратных метров 10 этаж свободная планировка без отделки цена миллион шестьсот семьдесят подал заявку на ипотеку сбер как многодетный под шесть процентов одобрили сразу так как в прошлом позапрошлом году уже закрыл одну ипотеку досрочно без просрочек после одобрения ипотеки занял 300 тысяч на первый взнос оформил сделку взял потреб кредит в том же сбере под 16 процентов в размере 650 тысяч из них вернул 300 долг вернул 50 за машину осталось 300 на них стал делать ремонт все что мог делал своими руками а электрику провода все протянул щиток подключил розетки выключатели все поставил сэкономил примерно 50 тысяч санузел расширил разбил на 2 тамбур получился примерно 2 метра 1 квартира 2 на 21 метр 2 побольше без балкона и туалет ходить через там технику все купил бы у на авито интернет телевидение провел дымофон поставил отдельно в каждую квартиру мебель половину тоже на авито кухню сам собрал сдал две квартиры буквально за два дня с момента подачи объявлений маленькую за 9000 побольше за 10 500 плюс счетчики вода получил из 19 500 до налогов оплатить нужно 15 потреб кредит и 7 ипотека изначале изначально было 11 но пришла субсидия как на горит но тут тоже кто-то скажет ну вот как это что это за проект такой дурной тип 22000 потреб кредит надо платить ипотекой но но как мыслит иван и считаю что он большой молодец что таким образом мысли сейчас у меня минус 5000 с учетом коммунатки примерно но как только я закрою потреб кредит вот тут не указано какой срок но обычно потреб кредит это что-то типа 23 года часть этого срока уже прошла иван довольно заметное время назад уже присылал свой кейс и после этого будет положительный денежный поток плюс 10 тысяч рублей да еще и своя квартира которая гасится постепенно ипотека она постепенно все больше его плюс если правильно подобрал еще и может быть растет в цену вот такой кейс такой пример вот кстати инстаграм ивана если захотите посмотреть найти спасибо большое всем тем кто прислал свои кейсы мне кажется очень хорошие такие примеры для особенно для тех кто только-только стартует свой путь у кого зарплата относительно невысокая вот я сейчас промотаю на начало нашей презентации и как начать инвестировать с доходом в 30 тысяч рублей надеюсь что эти кейсы что-то полезное для вас донесли и большая просьба если у вас есть подобный опыт реализации инвестиционных проектов как вы выстраивали или выстраиваете в данный момент ваше финансовое благополучие пожалуйста напишите его в комментариях буду благодарен если напишите подробно если в конце оставите ссылку на вас чтобы с вами можно было связаться это будет здорово надеюсь что всем будет это очень полезно жду ваших комментариев ставьте лайки под этим видео если она понравилась и удачи всем на пути к вашей финансовой свободе друзья приветствую я приглашаю вас на курс инвест система эта базовая программа совсем недорогая доступная каждому из вас которые мы разберем основные инвестиционные стратегии с которых имеет смысл начинать мы разберем как формировать инвестиционный портфель как делать первые шаги откуда брать финансовые ресурсы как сбалансировать портфель с точки зрения риск доходности а и как в принципе балансировать вот эти самые риски вы узнаете массу тонкостей нюансов которые не знает большинство людей об инвестировании если вы например сомневаетесь хочется узнать о тех стратегиях которые доступны многим из вас то обязательно примите участие в этой программе ожидания и планы и риски когда ожидать кризиса когда ожидать повышение цен на недвижимость и многие другие нюансы и так приглашаю вас курс инвест система ниже под этим видеорегистрация проходите по ссылочке регистрируйтесь до встречи